А вы кто такие будете? Как кто? Вы же нас знаете. Понятия не имею. Я Чук, а я Гек. Мы Серёгины. Не может быть. Серёгин дети аккуратные. А вы? Ну, теперь вы, кажется, действительно Серёгиной. А где же ваша мама? Она сейчас придёт. Ещё не было картин девчата и весна на Заречной улице. Гайдай был никому неизвестен. А Юрий Никурин был помощником клоуна Карандаша. Начало 50-х годов. Совсем другие фильмы и другие актёры. Очень талантливые и обаятельные. Фильм Чуки Гек вышел в 1953 году. И главные актёры очень понравились зрителям. Многие считали этих мальчиков настолько артистичными, что предрекали им большое будущее в актёрской деятельности. Звали юных актёров Юрий Чучунов, Чук и Андрей Чиликин, Гек. К сожалению, ребята не стали актёрами. Светловолосый Юра получил образование инженера. Больше о нём ничего не известно. Андрей Чиликин пытался найти брата по фильму, но безуспешно. Андрюше Чиликину на съёмках было 6 лет. И тем не менее, родители решили отдать его в первый класс. В школе его и заметил ассистент режиссёра фильма Чуки Гек. В то время помощники режиссёров часто ходили по школам в поисках юных талантов. Причём, как признавался Андрей позже, он так и не понял, что заметил в нём ассистент. Маленьком, худеньком мальчике. Его сразу пригласили на пробы на киностудию Горького. Туда собралось тогда более двух тысяч детей. Юра и Андрей работали в тяжелейших условиях. Фильмы в то время почти не дублировали, поэтому озвучивать собственные роли приходилось самим. На это уходило много сил и времени. А ещё в студии было жарко. Актёры работали под мощным освещением. Мальчишки обливались потом, ведь снимали зимний период. И их наряжали, как на Северный полюс. Тёплое пальто, шапка, валенки и варежки. Чё? Смотри, какой! Дай-ка, Фильм. Прядься! Так, не бойся, мы сейчас дадим. С Андрюшей на натурные съёмки всегда ездила мама. Каждый день к подъезду приезжала машина с киностудии, и шофёр отвозил на съёмки. Часто вызывали экстренно. Режиссёр перед съёмками объяснял ребятам, как взрослым актёрам, что на съёмках всё может произойти. Поэтому нужно быть готовым и к непредвиденным обстоятельствам. Андрея Чиликина после выхода этого фильма приглашали сниматься, но он отказывался. Андрей так и не захотел стать актёром. Мало того, он признавался, что и сама картина «Чук и Гек» ему почему-то не понравилась. Он был недоволен своей работой в фильме. После выхода фильма «Чук и Гек» Андрей несколько лет дублировал детские фильмы. В это время он учился в музыкальной школе. После окончания музучилища занимался преподавательской деятельностью в школах. И работал в Гнесинке, был госслужащим, работал в министерстве и вырастил двух сыновей. С Юрием Чучуновым Андрей часто общался, но потом Юрий сменил адрес и нового телефона так и не оставил, и исчез. Сам Андрей Чиликин ушёл из жизни 12 декабря 2008 года. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного. Субтитры создавал DimaTorzok